Хотели бы на дальнейшее сотрудничество, поэтому сегодня собрались, чтобы показать некоторые образцы, как мы предполагаем, что необходимо краю. Шкатулки, спецодежды для ведомств, кондитерские изделия без консервантов, больше 50 наименований продуктов питания и около 100 промышленной продукции. Алтайские осужденные не проводят время даром. Это вот сертифицированные детские помощи. Здесь полностью красно применяются те, которые могут дети, как говорится, брать ими пользоваться. А еще мебель для больниц, лавочки для города. Краевые власти уже не первый год сотрудничают с учреждениями уголовно-исправительной системы. В планах только наращивать объемы закупок. Будем обсуждать сейчас с Валентином Николаевичем и соцзащиты, и уверенные здравоохранения могут сегодня получать качественную продукцию, которая будет для нас более дешевой. Ну и снова же произведенная руками людей, которые живут в нашем крае. Желание сэкономить сейчас понятно. За свой труд осужденные получают не ниже мрот. Из 8 тысяч осужденных пока трудоустроено 2,5 тысячи. Как раз мы проводим все вот эти переговоры с администрацией, с краевой. Ну и параллельно мы с предпринимателями работаем как раз об увлечении. Потому что на сегодняшний день у нас есть пустые площади, которые предприниматели могли бы занять. Либо, будем надеяться, краевая администрация будет увеличить у нас заказы, и тем самым мы будем расширяться. Больших аукционов не требуется. Продукция идет напрямую к заказчику без лишней волокиты. Со своей стороны УФСИН исключает нарушение сроков, а в дальнейших планах ведомства выйти в розницу. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.